Михаил Павлович, насколько эффективно работает автоматизированная система Дозор? Нарушение, допускаемое при составлении документов, поскольку все это в электронном виде составляется, поступает непосредственно в ГИБДД, которые принимают решение и высылают правонарушителю по почте данный штраф. Применение фото-видеофиксации в настоящее время также планируется у нас в регионе расширять эту систему, внедрять ее активно. Совсем недавно у нас введена система контроля фото-видеофиксации при парковках в неположенных местах. Вот как мы с вами видим, машин стало в городе намного больше. Естественно, решение проблемы парковок это не решит. Необходимо строить, расстраивать парковочные места, оборудовать в недостаточном количестве, чтобы водители могли беспрепятственно поставить свои машины там, где они хотят это сделать. Михаил Павлович, закон предусматривает наличие тахографа в грузовом и пассажирском транспорте. Расскажите, пожалуйста, что это такое и какая ответственность предусмотрена за его отсутствие? Законодательством безопасности дорожного движения под тахографом понимаются технические средства, помещаемые в транспортных средствах, которые ведут непрерывную и неконтролируемую записи скорости маршрута движения. Позволяется контролировать режим труда и отдыха водителя. Действующим законодательством Кодекса самодостаточных правонарушений предусмотрена административная ответственность за отсутствие тахографа, а также за нарушение порядка его использования данного тахографа. Обязательность наличия тахографов в пассажирских и грузовых транспортных средствах у нас введена приказом Минтранса, который установил порядок их использования с 1 апреля 2013 года. Но административная ответственность у нас до апреля 2014 года пока не применяется. Но это связано с тем, что необходим еще неопределенный промежуток времени для того, чтобы эти транспортные средства оборудовать этими устройствами. Как говорит порядок применения этих тахографов, он обязательно должен быть в транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров более 8 человек, а также в грузовых автомобилях, предназначенных для перевозки грузов более 3,5 тонн, за исключением городского и пригородного транспорта. При перевозках пассажиров обязательно необходимо наличие лицензии на перевозке. Поэтому у нас законодательством предусмотрено обязательно наличие, обязательным лицензионным требованием наличие этого тахографа. Поэтому использование тахографов это не только безопасность на дороге, но и возможность экономить денежные средства на штрафах. С начала года в Курске произошло уже 13 ДТП с участием скутеров и мопедов. За рулем были дети. Михаил Павлович, скажите, пожалуйста, сдают ли ребята экзамены на знание правил дорожного движения? И с какого возраста можно управлять двухколесным транспортом? Правилами дорожного движения установлен возраст для управления именно мопедами 16 лет. Но необходимо иметь в виду, что для управления мотоциклами, это я сейчас объясню, мотоциклами, необходимо сдача экзаменов на право управления категории А. Мопеды являются двухколесными транспортными средствами, но с учетом того, что объем двигателя 50 кубов и конструктивная скорость до 50 км в час, законодательством не предусмотрена сдача экзаменов на право управления данными транспортными средствами. Правилами дорожного движения установлено для водителей мопедов, установлена обязанность осуществлять передвижение по дорогам только при наличии мотошлема и запрет на перевозку пассажиров, за исключением детей до 7 лет при наличии подножек, чтобы он мог устойчиво сидеть ребенок. Но с сентября месяца 2013 года в федеральный закон о безопасности дорожного движения внесены поправки, согласно которым у нас вводятся дополнительные подкатегории на право управления транспортным средством. Вот этот пробел законодательный, касающийся мопедов, теперь он ликвидирован, у нас вводится подкатегория М, так называемая. Теперь для права управления будут иметь только лица, которые сдали соответствующий экзамен по правилам дорожного движения, прошли соответствующую подготовку. Кроме того, данными изменениями в закон также коснулись сдачи экзаменов с автоматической коробкой передач. То есть теперь, если водитель сдает экзамен с механической коробкой передач, он имеет право на управление в дальнейшем как транспортным средством, как с механической коробкой передач, так и с автоматической. Если он сдает только с автоматической, то право имеет управление только с автоматической коробкой передач. Михаил Павлович, скажите, пожалуйста, есть ли у прокуратуры нарекания к работе госавтоинспекции? Проводимые органы прокуратуры проверки систематически. надзор на данном направлении свидетельствует, что нарушения в деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного движения имеют место. В основном данные нарушения касаются несоблюдения норм административного законодательства, кодекса административных правонарушений. При составлении материалов административных сотрудниками не всегда в протоколах правильно указываются нарушения конкретной статьи, влекущей ответственности, место, время совершения правонарушения, что в последующем по протестам прокуроров влечет отмену данных постановлений. Данная работа органа прокуратуры ведет систематически, материалы всегда проверяются. По фактам нарушения вносится также представление, как подразделения территориальные инспекции, так и непосредственно в управление. В этом году была проведена нами тоже проверка непосредственно в ГИБДД, соблюдение административного законодательства. Были установлены факты нарушений, уже, конечно, их меньше, чем было в том году, но они все равно имеют место быть. Вот выявлен один факт у нас, привлечение, необоснованное привлечение к административной ответственности, когда сотрудникам ГИБДД внесены были в документы о дорожно-транспортном происшествии за видом подложенные данные с целью получения потерпевшим страхового возмещения. Вот данный факт был установлен прокурором Винитриевского района. По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела и сейчас проходит предварительное расследование, ведется по данному факту. Также проведенная проверка в этом году показала, что сотрудниками ГИБДД допускаются нарушения, связанные с направлением постановлений о назначении штрафов службы судебных приставов в тех случаях, когда штраф уже был заплачен до направления. В этом году выявлено таких фактов более 400, внесено было представление в управление внутренних дел. По результатам рассмотрения представления виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Хотелось бы сказать также, что наша нами эта работа по данному направлению проводится уже на протяжении трех лет и наблюдается динамика снижения указанных фактов. Нарушений закона о безопасности дорожного движения действительно много. Какие нарушения встречаются наиболее часто? Проводимые нами проверки показывают, что основная масса нарушений допускается владельцами автомобильных дорог. В 2012 году нами было выявлено более 6000 нарушений, внесено было большое количество представлений, порядка 500 человек дисциплинарной ответственности было привлечено, более 60 к административной, более 200 актов нормативных приведено в соответствие по протестам прокуроров. В 2013 году эта цифра снизилась, нами выявлено уже 900 нарушений, соответственно, акты реагирования вносились. То есть работа нами проводится тематически, как бы результаты налицо. Действительно, меры к устранению нарушений принимаются, поэтому работа эта будет нами продолжена, является наиболее приоритетной. Но что касается наиболее типичных нарушений, здесь основные нарушения, конечно, связаны с фактами недлежащего содержания и ремонта автомобильных дорог, это наличие выбоин, ямок на дорогах, отсутствие в достаточном количестве дорожных знаков, разметки, освещения на улицах. Не всеми владельцами автомобильных дорог в настоящее время приняты меры к постановке на кадастровый учет земельных участков. Выявлялись также нарушения, связанные с размещением в пределах автомобильной дороги рекламных конструкций, которые не соответствовали ГОСТам. По всем нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, нарушения сейчас уже устранены. Что уже сделано для устранения этих нарушений? В настоящее время дорожным управлением Курской области разработаны и администрации утверждены нормативные правовые акты в области дорожного хозяйства. В настоящее время дислокации дорожных знаков, которые не соответствовали требованиям, приведены в соответствие. Проводится работа по заключению договоров с электроснабжающими организациями для освещения участков автомобильных дорог, имеющих наиболее концентрация у нас дорожно-транспортных происшествий велика, органами местного самоуправления. Также работа начата, это очень приятно. В настоящее время также нормативная база ими разработана. Проведен ремонт необходимой автомобильной дороги. И работа продолжается. Спасибо вам за более чем полезную беседу. Это была программа «Слово прокурору». Всего доброго! Слово прокурору